я рад вас всех приветствовать сегодня у нас новости по одному из наших опубликованных видео на канале дорожный контроль 16 марта было опубликовано видео с участием бывшего заместителя начальника прокуратуры анинского района громкий скандал разгорается в воронеже там блогеры опубликовали видеозапись на которой по словам интернет пользователей бывший районный прокурор устраивает дебош в отделе полиции все произошло еще в июне прошлого года соответственно я написал заявление по данному факту соответствующие компетентные органы в связи с тем что данный гражданин гуров вообще избежал всяческих наказаний как административного так и уголовного меня это возмутил как гражданина потому что получается что по факту мы можем просто причинять физическую боль и страдания угрожая сотрудникам полиции ничего абсолютно за это нам не будет ну судя потому что пока вот как есть дай бог чтобы восторжествовал закон и справедливость ну так вот написав заявление мне пришел ответ писал я на главу следственного комитета воронежской области и главу воронежской областной прокуратуры мне пришел ответ от мальцева капитан юстиции руководителя следственного дела именно анинского межрайонного зачитаю решение об отказе возбуждения уголовного дела принято на основании установленных в ходе проверки всех обстоятельств произошедшего является законным мотивированным и обоснованным при этом отсутствие в действиях гурова д.в. субъективной стороны преступления исходя из характера совершенных им действий определено недоказанностью умысла мотива и цели и никак не связано с его шутливым эмоциональным восприятием произошедших событий недоказанность умысла ну как-то звучит звучит да умысла не было ну то есть можно как бы так ударить из когда у меня умысла не было бить получается так вот кстати по поводу моего мнения мне даже здесь проинформировали меня информируем вас о том что ни один документ в материалах процессуальной проверки по данным факту не содержит в себе слово шутка или шутил в связи с чем обращаю ваше внимание на недопустимость произвольного толкования оснований послуживших для принятия решения об отказе возбуждения уголовного дела и злоупотребления предоставленным законом права обращаться с жалобами в которых вы акцентируете внимание должностных лиц на фиктивные и воображаемые обстоятельства оставляю как бы комментарии вам я думаю вы там сможете откомментить под видео как это назвать я еще и злоупотребляю понимаете своими правами на подачу жалобы ну да ладно резюмируем нам руководитель следственного отдела капитана юстиции мальцев говорит что все законно и все хорошо и в общем человек велся нормально умысла у него не было так что ничего страшного но да ладно меня это возмутило вот это вот отписочка бумажечка я решил сходить кириллу дарду еще левиту непосредственно главному нашему следователю воронежской области то есть руководитель управления кириллу дарду вич отметил нашу деятельность с положительной стороны и поблагодарил за пойманного следователя следственного комитета старченко в начале выпуска об истории которая вот уже несколько дней не сходит заголовков сотрудник дпс чуть не стал жертвой неадекватного водителя как выяснилось позже водитель этот и сам был в праве миноваться правоохранителем теперь такого права у него нет о том чьи свидетельства стали ключевыми в деле о рамках приличия для человека с погонами на плечах и о том как глава регионального следственного управления следственного комитета выполнил обещание жестко наказывать за действия порочащие честь мундира материал дальмиры бирюковой минуты извини меня я начальник чего начальник начальник чего начальник начальник машины машина какой армии армии и вам спасибо кирилл эдуардович за оценку нашей деятельности кирилл эдуардович сказал что давайте мы разберемся с этим делом и он изучит самостоятельно все материалы что он сделал и мне пришел ответ уже подписанный кириллом эдуардовичем левит руководителем следственного управления ваше обращение поступившего в следственное управление следственного комитета рф по воронежской области на моем личном приеме 18.04.2016 года о несогласии с постановлением отказе возбуждения уголовного дела по материалу процессуальной проверки и применение гуровым дмитрий владимировичем насилия в отношении сотрудников гибдд и их оскорбление рассмотрено установлено что анинским межрайонным следственным отделом следственного комитета воронежской области проводилась процессуальная проверка по материалам у рчсб гу мвд россии по воронежской области о применении гуровым д.в. насилие в отношении сотрудников гибдд и их оскорбление по результатам проверки 9.02.2016 года заместительным руководителя следственного дела кузнецовым н.и. принято решение об отказе возбуждения уголовного дела за отсутствие в действиях гурова состава преступлений предусмотренного частью первой статьи 318 статьи 319 укрф указано постановление об отказе возбуждения уголовного дела от 9.02 отменено первым заместителем руководителя следственного управления материал возвращен ванинский мсо для проведения дополнительной проверки меня вполне устраивает данный ответ потому что материал отправлен обратно на дополнительную проверку посмотрим что она покажет но вместе с тем хочу добавить мне пришел еще ответ от воронежской областной прокуратуры и он тоже меня порадовал пишет мне начальник отдела по обеспечению участия прокуроров гражданском и арбитражном процессе старший советник юстиции иванова спасибо большое обращение несогласия с постановлением мирового судьи анинского района воронежской области от 7.09.2015 года по административному делу по части 1 статьи 12.26 коап рф в отношении гурова д.в. поступившие из генеральной прокуратуры рассмотрен 29.04.2016 года на вышеуказанное постановление заместителем прокурора области в воронежский областной суд принесен протест о результатах рассмотрения протеста вы можете узнать прокуратуры области или в воронежском областном суде мы из этого что имеем по административному делу непосредственно протокол который административный материал был прекращен судом Анинским, внесен прокурором, зампрокурора протест на прекращение данного материала. Это значит, будет назначено новое рассмотрение. Если, конечно, Воронежский областной суд удовлетворит этот протест, очень надеюсь, что удовлетворит и будет назначено новое рассмотрение, в ходе которого будет все-таки привлечен к административной ответственности данный адвокат Гуров и будет лишен права управления. Потому что имеются все доказательства по этому делу. Видео, свидетели, понятые, все есть. Тем более данное видео публиковано везде и в средствах массовой информации. А также мы ждем новостей по уголовным статьям в отношении Гурова. Очень надеюсь, что про дополнительную проверку установят и выявят умысел. Ребят, надеюсь, вы это видео распространите. Эта информация должна распространиться везде, во всех соцсетях. Все должны знать героя адвоката Гурова. И он не должен избежать наказания. Очень надеемся на вашу информационную поддержку. Ставьте палец вверх или вниз. Все зависит только от вас. Не понравилось вниз, понравилось вверх. Не забудьте подписаться на наш канал. До новых встреч. Как вы думаете, а если бы следователя Следственного комитета так бы ударил на посту Гуров, было бы возбуждено уголовное дело? Раскроем лица под масками, шатками и касками. Отпишем все подробности, правды, красками. Мы рядом и не расслабляясь свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водилось кошельком безмерным. Станированным стеклом и переградом непомерным. Не столь в стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страшах города. Кромки мы ведем.